Девушки отдыхают Горела Анисимова не один раз. Сильный пожар был лет 90 назад. Много людей тогда остались без домов. Местный барин тогда сказал, дам я деньги на новое строительство, если у каждого дома крестьянин посадит по дереву. С тех пор Анисимова такой зеленый и есть. Говорят, потому же из-за сильных пожаров и часовинку здесь поставили в 1847, чтобы молились крестьяне всем святым, да оберегали они их землю. Рядом выкопали пруд и вспоминают анисимовцы, что вода в нем такая прозрачная была, даже дно видно. Не долго, но и не коротко радовались местные. В начале 20 века, когда все церкви разрушали, и часовинка хватило горя. А потом все время тут был магазин, в этом месте магазин был. Вокруг прилавка был, полки были все. Вот много-много лет. Вот три года назад начали строить. Сруб остался тот же, разве что четыре венца заменили, да крыша новая. А внутри, внутри как и прежде, удивительный мир тишины и покоя. У нас очень интересная икона в часовне Владимирской Божьей Матери. Ее пожертвовала наша местная жительница Ваня Чеванина Дмитриевна. Икона 19 века, и я считаю, что этой иконе молились и раньше, и, конечно, она в нашей часовне является самой наибольшей святыней. И сейчас службы в часовинке не часто проходят. Да и тогда всего раза два в год были, только по большим церковным праздникам. Батюшка на них приходил из соседней Черноизерской пустыни. Что это за место? Местные показывают. Вот оно, чуть в стороне от деревни. Туда только пешком, по заросшей крапивой и деревьями тропинки. Идется тяжело. Они, симовцы, предупреждали. Зато обратно, побывав на святыне, ноги как будто сами несут. Места эти основал Антоний Черноизерский. Откуда и когда пришел сюда подвижник, никто не знает. Известно ли, что приплыл он по Шексне в 16 веке. Вначале жил в полном одиночестве. Потом собрал братью и основал монастырь. Говорят, здесь же, в Черноизерской пустыне, Антоний схоронили. Кирпичи – это все, что осталось от Троицкого собора. А дело было так. В 1916-м на Черноизерской пустыне решили поставить храм. Фундаментальное строительство тогда затевалось. Масштабное. Если бы не Октябрьский переворот. Своды собора соединить так и не успели. Все разрушили. Вот здесь должен был быть подвал, чтобы храм отапливать. А они, симовцы, почему-то этого места боятся. Говорят, если зайдешь туда, обратно уже не вернешься. А монастырь? Монастырь долго еще тут был. Его в России самым последним закрыли. Сира Алексеевна, а среди местных просто тетя Сира, в Черноизерской пустыне 24 года прожила. Отец в этих местах сторожем был. А потому и участок дали. Домиков очень много было, очень много. Я скажу, сколько раз, два, три, четыре, пять. Ну, около семи домиков было. А мы там как охранятелями были. И жили там всю семью. И все выросли там. А булой жизни напоминает здесь разве что озеро. Черное. Названо так из-за ильстого дна. Рассказывают, даже во время сильного ветра ровную дорожку на воде можно увидеть. Увидели ее и мы. По преданию, оставил ее преподобный Антоний. Он умел ходить по воде. Истории на этом не заканчиваются. Говорят, что метеорит на эту землю упал. Поэтому водоем здесь и появился. Водолаз Андрей этот факт подтверждает. Очень уж ком по странно себя ведет под водой. Постоянно сбивается. Очень мягкие частицы, которые взвешены по состоянию. Они как воздух проваливаются в полную тьму. Более до 10-15 метров доходил. Так чисто до глубины. Фонариком не пробивает. Это озеро хранит в себе очень много тайн. Во-первых, говорят, что здесь спрятаны драгоценности. Прятали их от польских панов, которые в 16 веке разоряли местную церковь. Есть и другая легенда. Говорят, что в 37-м, когда храм разрушили, здесь утопили иконы. Да и сама вода целебная, мягкая, сероводородная. Недаром сюда люди из городов ездят лечиться. На этом чудеса не заканчиваются. Если загадать желание и озеро обойти, оно сбудется. Валентина Константиновна вздыхает. Будет бы снова в молодость. Ходила бы на пустынь каждый день. Вот две монашинки около наших родителей лежат. Мы за ним, еще я молоденькая была. Когда приезжала домой, ходила со своим ребятом. Мы направляли там, обихаживали их. Батюшку забрали, отправили в Сибирь. А там его, ой, я говорила, страшно даже. Бросили свиньям хозяину. Рядом с этим озером муравьев собирали в решету. Потом большой мешок стряхивали, да в печке томили. И в соседней деревне получившуюся жидкость через специальный станок отжимали. Получалось лекарство густокофейного цвета, а травматизма спасало и от радикулита. Анисимово село, так же, как и многие другие в нашем крае, идет своим названием от личного имени Анисим. Вероятнее, в далекие-далекие времена кто-то из основателей этого села, этого места, которое было обжито сельским народом много лет назад, имел имя Анисим. И поэтому назвали это село от его имени Анисимова. Хотя именовалась это целая округа. Относилось это не только к селу, но и к берегу реки Шексны. На этом месте находились знаменитые Анисимовские гряды, по которым необходимо было перетаскивать сюда волоком. Мы перемещаемся из деревни Анисимова в деревню Тирково. Тирково, интересно, откуда такое необычное название? Бабушка Аня, не знаете? Не знаю, не знаю, не знаю. Вот этого не знаю. Помнит бабушка Аня лишь то, что дорога через их деревню в Яганово шла. Да жалеет, что церковь уж больно далеко от деревни стояла. А вообще Тирково, оно как будто спряталось от чужих глаз на склоне горы. Недалеко от деревни Тирково есть очень необычное место, примерно в полукилометре. Ни тропинок, ни дорожек к нему мы не нашли, только одни колючки. А идем мы вот к этому большому камню. Здесь говорят, что он забирает плохую энергию. Этот камень вырыли местные мелиораторы. Здесь рассказывают, что раньше лежал он на Лисей горе. В древности так кладбищенские горы называли. Но вернемся к камню. Если внимательно посмотреть, на нем изображение лосихи проглядывается. Ездовое животное бога. Косой крест – это символ огня. То есть получается у нас лосиха соединяется вот с таким символом креста, косого креста. То это место поклонения язычников дохристианского верования. Сюда люди ходили, принося свои беды, горести и получая от камня силу. До церкви и правда путь не близкий. Но Николай Николаевич все равно сюда ходит. Поднимется в гору, сядет на скамеечку и вспоминает. Детство, маму, как гуляли тут с ребятишками, на купол любовались. А сейчас что? Только фундамент. Поставили церковь в 1795-м, а потом раскололась она по куполу надвое, как и разобрали. Николай Николаевич на этом месте поставил поклонный крест. Приходит, молится и за могилками ухаживает. Неважно, свои или чужие. В 1999 году я шел с того кладбища, с нового. И впереди меня бабуля шла. И у меня что-то так, как бы получилось, что бабуля, вижу, что непростая. И я за ней иду по полю, иду, иду. И она вот здесь поставила свечку, яичко тут разбила, это положила. И вот мне просто захотелось, чтобы просто не на развалину, а вот как бы крест поклонный сделать. Терково. Терково. Откуда такое название? В наших говорах, особенно в новгородском городе, слово тырить означало тырить. То есть где-то что-то брать. Но не только брать, а именно убрать далеко, спрятать так, чтобы никто не нашел. Затырить, да, чтобы вот это было так глубоко и далеко спрятано. Так так и село было спрятано так далеко от дороги, что не каждый его мог найти. Разные люди, разные легенды, а верная деревенская традиция одна. Мы ее и в Анисимово, и в Терково подглядели. Нет дома никого, стоит у двери палочка. Нет, значит, хозяева на месте. Пожалуйста, заходите. Гостям местные всегда рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова